Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я поговорю о очень сложной теме, которая называется «Созависимые отношения». Бывало ли у вас так, что в отношениях ваш партнер становится важнее всего на свете, даже важнее вас? Его мнение, одобрение, его эмоции очень сильно влияют на вашу самооценку. Если знакома, то тогда, возможно, вы находитесь в созависимых отношениях. И на первый взгляд они кажутся совершенно нормальными. О таких отношениях показывают кино, о таких отношениях пишут стихи, когда я жить без тебя не могу, когда моей любви хватит на нас двоих. Это все красиво в литературе, в искусстве описано, но в реальной жизни это патологично. Когда для вас связь с этим человеком важнее даже самой жизни, тогда это ненормально. Конечно, в любых отношениях хочется быть уверенным в том, что ваш партнер вас любит, что вы ему дороги, но в созависимых отношениях. Это патологично. Хочется все время быть с этим человеком рядом. Хочется все время получать подтверждение тому, что вы любим. Одним из самых явных признаков созависимых отношений – это страх потерять партнера. И неадекватное понимание, что да, возможно, мы расстанемся, а именно кромешный ужас при мысли о том, что мы разойдемся. Человек не представляет жизни без этого партнера. Он думает, что он сам умрет. Слияние такое, что человеку кажется, что это будет его смерть, а не просто расставание с партнером. Обычно созависимым партнером очень легко управлять, манипулировать. И представим пример. Созависимая женщина и мужчина-тиран. Он ей указывает, как одеваться, как себя вести. Она все время у него виновата, часто даже и побита. Это все потому, что она не может принять решение. Она не может даже представить, как она будет жить без него. Но есть и вторая сторона медали. Вы в созависимых отношениях не только тогда, когда вы все время подстраиваетесь под своего партнера, но и тогда, когда требуете у партнера измениться, подстроиться. Когда вы на него давите. Когда вы хотите, чтобы все было так, как вы хотите. Это тоже признак созависимых отношений. Когда вы не можете принять волю своего партнера. Его иногда желание побыть одному. Его личное пространство. Не можете доверять ему, что, например, она пошла в школу забирать ребенка. Вам все время кажется, что она с кем-то, что она вам изменяет. Это тоже признак созависимых отношений. Кроме того, созависимые люди часто страдают от низкой самооценки. Им кажется, что они никого больше не найдут, кроме своего партнера. У них возникает страх, что их партнер уйдет от них. И поэтому они все время пытаются его контролировать. Часто названивают. СМСками забрасывают. Но в здоровых отношениях партнер сам делится тем, что у него на душе. И если вы, посмотрев это видео, или загуглив эту тему, или из других источников, вы понимаете, что вы в созависимых отношениях, то это классно, что вы уже осознаете проблему. Потому что осознать проблему – это половина ее решения. Знаете, как вот «Здравствуйте, я алкоголик», так вот «Здравствуйте, я созависимая». И да, «Здравствуйте, я созависимая, я тоже». Вы не одни. Вот второй момент. Вы не одни. Созависимых очень много. Практически каждые вторые отношения, если не больше, созависимые. Есть такие клубы, тоже уже есть. Раньше об этом не говорили. Раньше думали, что так и надо. Если жена умирает за мужем-алкоголиком, то это нормально. А сейчас нет. Сейчас люди с этим борются. И как с этим бороться? Вы осознали проблему, и вы не одни, у вас есть поддержка. И третий момент. Нужно становиться независимым. Но не падать в крайность, мне никто не нужен. А понимать, давать пространство вашему партнеру, если вы тот тиран, который зависим. Или же давать пространство себе. Если вы так боитесь потерять партнера, что вы теряете себя, с этим тоже нужно бороться. Постепенно, по чуть-чуть отдаляться, ставить свои границы, рационально понимать и чувствовать себя. Это я делаю ради себя или потому что боюсь потерять его? Если вам было полезно это видео, жду от вас. Всем пока.